США не признают легитимность предстоящего референдума на востоке Украины. Однако помощник госсекретаря Виктория Нуланд навлекла на себя шквал критики, когда пыталась в Конгрессе защитить активистов Майдана. На Украине прошли законные выборы, но законный президент был отстранен от власти в результате массовых уличных беспорядков. Мы видели там людей, которые считаются нау-нацистами. Прежде всего, подавляющее большинство людей с Майдана были мирными демонстрантами. Как вы могли видеть на фотографиях, а многие из здесь собравшихся там присутствовали, там были матери, бабушки и ветераны. Я видел эти фотографии, но я также видел, как люди кидались из-за угла в представителей правопорядка бутылками с зажигательной смесью, стреляли в них. Да, женщины с цветами там были, но были и очень жестокие столкновения. Скажите прямо, принимали ли в них участие неонацистские группировки? Как я уже сказала, на демонстрациях были самые разные украинцы, включая не самых достойных. Значит, ответ «да». Выступление в Комитете по международным отношениям американского Сената далось Нуланд нелегко, рассказывает корреспондент РТ Марина Портнея. Помимо того, что мы уже слышали, Виктория и Нуланд также задавали неудобные вопросы о рискованной и непоследовательной политике США по поддержке самоопределения граждан. Один конгрессмен спросил Нуланд, почему США поддержали независимость, например, Южного Судана и Косово, но пресекают подобные попытки в других частях мира. Помощник госсекретаря объяснила, что администрация президента Обамы против изменения государственных границ при помощи силы. В ходе двухчасовых слушаний в Сенатском комитете по международным отношениям Виктория Нуланд неоднократно заявляла о поддержке киевского правительства, пришедшего к власти в результате госпереворота. И эта поддержка обошлась Америке недешево. По словам Нуланд, США предоставили помощь украинской армии на сумму 18 миллионов долларов и 9 миллионов долларов на проведение президентских выборов, назначенных на 25 мая. Кроме того, предполагается, что временное правительство в Киеве использует эти средства на свою пиар-кампанию. Помощник госсекретаря признала, что президент России Владимир Путин призвал к деэскалации конфликта и прекращению насилия, предложив перенести референдум в Донецкой и Луганской областях на более позднюю дату. При этом Нуланд по-прежнему уверена в том, что Москва стремится к дестабилизации ситуации на Украине.